Возможно, кто-то из юных героев следующего материала выберет для себя профессию спасателя МЧС. Повышение культуры и безопасности среди населения для предупреждения чрезвычайных ситуаций и профориентации для студентов. Дни открытых дверей, уроки безопасности и разнообразные экскурсии 2018 года в МЧС России проходят под эгидой Года культуры и безопасности. В Нинецком округе сотрудники ведомства особое внимание уделяют работе с подрастающим поколением. Практически каждую неделю в МЧС проходят экскурсии для школьников, занятия для студентов. На одном из таких мероприятий побывала Ольга Русул. В гаражных боксах Арктического спасательного центра непривычно оживленно. Маленькие посетители с огромным любопытством заглядывают в специализированные автомобили, изучают их начинку. Спасатели, они спасают людей от пожара. Это которые спасают людей, люди вызывают их, если что-то не случилось. И они приезжают и спасают сразу. Экскурсия в пожарно-спасательное формирование – привычное дело. Самые маленькие посетители – воспитанники детских садов, самые взрослые студенты. На это время мужественным спасателям приходится переквалифицироваться в педагогов. Ведь рассказывать о своей даже такой интересной работе детскому коллективу – дело совсем непростое. С детьми очень сложно работать. Тем более они очень живые, любознательные. Везде интересуются очень многим. Сам иногда бывает, что не можешь ответить на их вопросы. Приходится что-то читать. Ну, готовиться специально для проведения занятий с ними. В рамках Года культуры безопасности МЧС запланировала ряд экскурсий. Проведение открытых уроков по основам жизнедеятельности, уроки мужества, соревнования. Пройдут всероссийские командно-штабные учения и тренировки, месячники безопасности, крупные международные соревнования и конкурсы профессионального мастерства. В том числе у нас запланировано в этом году участие наших ребят в межрегиональных соревнованиях «Юный спасатель», который будет проходить в Вытигре, в Вологодской области. Это ежегодное мероприятие. И в том числе наши спасатели, пожарно-спасательные формирования, а также окружные спасатели участвуют в подготовке данных ребят и команды. Сотрудники МЧС уверены, мероприятия, приуроченные в Году культуры безопасности, принесут хороший результат. Ведь именно на таких практических занятиях дети и взрослые получают необходимые знания, куда обратиться в случае чрезвычайной ситуации, как действовать и не растеряться.